Всем привет! Вы на канале Нездаш Багаж. Мы находимся в Бангкоке. Сегодня мы, в общем, заселились в отель. Отель называется King Royale 2. И выглядит, в принципе, весьма внушительных размеров. И всего здесь 19 этажей. Наверное, когда-то было это у очень внушительных размеров отель. Но сейчас... сейчас мы находимся в таком состоянии, что вы сами увидите. Пойдемте посмотрим. Ну, видите, наверное, лет 40 назад, когда этот отель построили, здесь было весьма... все сделано красиво. А сейчас, если вы с собаками, имеете в виду, что с собакой в лифт нельзя. Наш номер на 12 этаже. Здесь 19, возможно. Чем заселены еще 19 этажей, не понятно, раз всего здесь 7 номеров. Он такой весьма потрепанный, и при этом он грязный. Какой весьма потрепанная жесть просто полная, как софтеповщина. Здесь все разрушено, потерто, потресканно, обшарпанно. Вместо глазка дверного. Здесь просто дырка, забитая туалетная бумага. И здесь, я не знаю, короче, это хуже, чем в санатории в 80-х годах, которые до наших дней здесь законсервировались. Здесь хуже, короче, все будет. Здесь все в говне каком-то. Клоповник какой-то с разрушенной мебелью. Ванны с шторой, с саблей разрубленной. В общем, ничего хорошего. Не рекомендую. Вот это душ. Зеркало, как бы показать. Ну, в общем, оно жесть какое грязное. Ну, зеркало, конечно, не самое главное в отеле, что нам нужно. Но... А, да, здесь были принадлежности. Ватные палочки. Два кусочка мыла. И гель для душа. Туалет, ванна. Ну, стоит отметить, что горячая вода работает очень хорошо. Напор большой. И с этим у нас, конечно, никаких проблем не было. Не считая того, что душ сломан. Ну, вот эта вот кимпочка, видите, она вот здесь... Ее нету. Ну, рукой можно приловчиться. А что мне нравится в ванной? Она в таких... Пупырышках. Ну, специально сделано. Вот эти пупырышки. Ну, чтобы не упасть. И ногам очень приятно, когда после целого дня хождения принимаешь душ. Такой массажный эффект получается. Да, Хрюша? Да. Хрю-хрю-хрю. Да, Хрюша? Хрю-хрю-хрю. Тебе нравится здесь? Не-е-е-е. Да, мы немножко разложили уже свои вещи. У нас просто вещей очень много, очень срочно, которые нужно достать. И поэтому так немного уже завалено. Давайте я в целом покажу. Шкаф. Видите, какой большой, двухсворчатый. Открываем шкаф. Внутри ничего. Здесь то же самое. Я постирала уже свою футболку вчера. Но она вообще не сохнет. Наверное, потому что очень большая влажность. Я не знаю, высохнет она вообще или не высохнет. Или так придется мне с мокрой футболкой ехать. Вот мы сюда повесили наши полотенца, потому что вешать их больше негде. Нигде больше ни одного крючка нет. Вот это одеяло, одеяло весьма толстое, такое байковое. Вот это одеяло весьма толстое, байковое. Мы положили его в шкаф. Спать под ним жарко, пользоваться им мы не будем. Дальше смотрим. Наш номер называется улучшенный. Наверное, потому что здесь стоит такой большой плоский телевизор. Смотрите, какая мебель. Так, окно. Вид из окна весьма странный, если смотреть под этим ракурсом. То есть прямо напротив находятся окна противоположного дома или отеля. Не знаю там. Но они очень-очень близко. И вчера вечером, когда было уже темно, я смотрела, света здесь почти нигде не горела в окнах. Поэтому я не знаю, живет ли кто-нибудь там. А вот там, конечно, вид открывается потрясающий. Вот эта вот оживленная трасса, это является скорее преимуществом. Шума почти нет, но зато очень красиво. И опять же вечером, когда темно, машины едут с фарами. И красиво, и на фоне всех этих небоскребов. Ну, в общем, классный вид, мне нравится. В отеле было заявлено, что у нас есть терраса. Вот то, что вы видите, вот здесь вот. Вот это вот терраса. Но никакой двери нет, соответственно, выйти туда нельзя. Друзья, кровать, это реально бонус этого номера. Кровать огромная. Сейчас Антон покажет. Смотрите, кровать огромная. Нам прям вообще очень классно лежать. И Юстина, как бы ни спала, нам не было тесно. Вот смотрите, мы даже можем что-то поперек есть. А за эту мы можем спать поперек кровати. И все равно классно. Потому что она реально очень большая. Очень большая кровать. Все, на этом плюсы этого номера закончат. Ну, а как же треугольник на стене? Да, точно. Треугольник на стене. Мы думаем, что это еще раритет. И в отзывах на букинге про этот номер можно прочитать, что кровать с подсветкой. Сначала кажется, вау, классно. В общем, подсветка фиговая. Пишитесь, пожалуйста, в наш канал. Поддержите нас. Мы вышли на завтрак. И теперь мне точно кажется, что мы последние гости этого отеля. В истории этого отеля. Окей. Окей. Потому что всего из 180 номеров живут здесь. Семь. Заселены 5, около 5. Просто когда мы пришли в это столовую, нам дали список со всеми номерами, которые здесь есть. Ну, в общем, здесь порядка 5-7 номеров всего заселены. И вот 5-7 номеров приглашают моего автора. На самом деле, вверху было написано, что ешь, что как хочешь. Поэтому я думала, что здесь шведский стол. Ну, не знаю, какому образом здесь можно просить добавки. Вот просто вот приходишь, она тебе показывает локад. И что-то тебя хочет. Мы сказали, типа, ну, давайте, несите все. Вот, сейчас нам будет все потихоньку нанести. Итак, что нам принесет, то есть? Сначала. Ну, где-то такие большие кустили, а ухо или что? А ухо. Кошка. Да ухо. Нет, это картошка. Нет, это, короче, наверное, никто не другой. Остарый. Какой-то супер странный вкус китайский. Да нет, нормально. На самом деле, на самом деле. Картин. Картин. Ням-ням. 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 Ням-ням-ням. И вот яичница из одного яйца. Три мелких сосисочки. Ну, то, что вы можете видеть. Мы этому рады, потому что мы хотели завтрак. В принципе, завтрак, ну, нормальный завтрак. Есть что? Это с минологами сосисками. Нет, ну, скоро этот отель будет похож на близлежащий сатурн, на этот яйник, который заброшен. Недостроенный, самый известный недостроенный небоскреб. А так-то вкусно? Нет. Давай, давай, давай. Ну, у меня два. У меня просто есть, как я уже перед ним. Рядом с отелем есть магазин. Мы сначала обрадовались и думали, что это 7-11. Нет, это совсем не 7-11, а какой-то его аналог. Но только примерно в такой же цветовой расцвязке, в котором полупустые полки и почти что ничего нет. Ну, когда Эстина сегодня ночью срочно захотела молока, то я быстро ходила в этот отель. И менее, чем через секунду Эстина опять спала с бутылочкой вкусного молочка. А это парк, который находится рядом с нашим отелем. Мне кажется, он достоин внимания и он достоин того, чтобы быть в нашем ролике. Вот смотрите, парк достаточно большой. Мы только зашли сюда, сразу же здесь площадка, на которой тетеньки занимаются аэробикой. Сегодня третий день нашего пребывания в этом отеле. И хочу вам немножко рассказать о наших впечатлениях. Ну, отель, он как был старым, пошарпанным, так, в принципе, он и остался старым, пошарпанным. Но что нам понадобилось? И завтраки в течение трех дней ни разу не менялись. Вот каждый день стабильно одно и то же. У них даже на всех плакатиках в отеле нарисован этот завтрак. То есть он, значит, всегда фиксированный, всегда одинаковый и ничего не меняется. Наши впечатления за три дня. Каждый день убирались здесь и убирались очень хорошо. Клали всегда, ну, маленькие вот эти мыло, шампуни и две бутылки воды. Мелочи приятны. Каждый день меняли постельное белье и кровать была идеально заправлена. Что еще нам очень понравилось? Этот отель находится в реально очень крутом месте. То есть это огромный парк рядом и остановка общественного транспорта. Причем любая, как наземного транспорта, как метро, так и речных трамвайчиков. И все, нужно идти через этот парк. На самом деле это круто, потому что в парке всегда очень много людей. И днем и вечером всегда люди бегают. И то есть не надо проходить через какие-то пустынные места. Да, хотя отель только обшарпанный и завтраки были так себе. Но вокруг реально очень классная атмосфера. И поэтому три дня в Бангкоке пролетели просто незаметно. Нам здесь очень-очень понравилось. Если вы смотрели наши выписки, то, может быть, вы помните, как в прошлом наше посещение Бангкока. Я просто изнывала и думала, о боже, когда мы поскорее отсюда уедем. И мы уехали на один день в Айтаю. Здесь совсем все по-другому. Нам все очень нравится. Мы просто гуляем, наслаждаемся городом, ходим на рынки. В общем, везде ходим. Нам все очень нравится. Вокруг мы встречаем только очень доброжелательных, улыбчивых людей. И что очень странно, почему-то в этот раз мы видим очень мало русских. Я не знаю. То ли курс доллара не позволяет особо ездить, то ли еще что. Ну, в общем, все реально классно и место очень классное. И в конечном итоге я могу рекомендовать этот отель только как... Ну, если вам нужно только место, где переночевать, а в основном, конечно, вы будете гулять, то локация прям вообще потрусающая, очень крутая. Спасибо большое, что посмотрели наше видео. Нам будет очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк. Всем пока! Пока, скажи. Пока! Пока! Хочу немножко добавить по поводу цены. Вторую и третью ночь мы бронировали заранее. И стоимость на чай была 1400 рублей за ночь. Это вместе с завтраком. Здесь разная цена. Есть с завтраком, есть без завтрака. Там разучается, но стоили 200 рублей. Ну, конечно, мелочи. Конечно, лучше брать с завтраком. А первую ночь, так как наш пейс изменили, в последний момент нам пришлось бронировать дополнительно. И первая ночь стоила 1800 рублей. Мама! Да. Аааааааааааааааааиюи! Скажей пока! Покааа! Покаааа! Покаааааааа. %%%%&%%&%&%&%%&%%&!¾